Ну все, москвичи, кажется, началось. Выпал первый сильный снег. Смотрите, какая красота на улице. Вылезли детишки, которые лепят снеговиков. До этого у нас снег выпадал и тут же таял, а тут он задержался. Хорошо, что сегодня не рабочий день. Иначе, сами знаете, были бы огромные пробки и куча аварий. Потому что многие не перебываются вовремя. На улице очень красиво. Но, к сожалению, есть такая особенность у меня, Катюш, то, что снег через недельку мне уже начинает надоедать. Особенно вот такой. А вообще мы выползли покататься и заодно сделаем хорошее дело. У нас же GoPro 13. Дело в том, что в Москве очень долго не продавались дополнительные батарейки. И я временно пересаживался на 12, потому что их у меня много. И мы сейчас поедем до Горбушки. Купим себе два аккумулятора и зарядное устройство. Ну и заодно кофейку попьем. Покатаемся, поболтаем. Помните, я вам в прошлом влоге рассказывал, как меня бомбит от покупателей на Авито. И один меня вообще взбесил. Потому что он попросил видео, дополнительные фотки, всякие разные надписи с диска, да, снят. Вчера я ходил в 11 вечера. В итоге с утра мне пишут, что... А, не, все, больше не актуально. Три дня я на него потратил. Катюша, это наша машина. Ты просто ее не узнала? Держи кофе. Я ее, видимо, сейчас буду чистить руками. А почему мы не взяли щетку? Я не знаю. Помогай. Главное, чтобы на сидушку не падал. А то потом жопа мокрая будет. Не, ну все равно классно, конечно. Первый снег такой. Он еще свеженький, чистенький. Все, у меня уже рука замерзла, честно. Ай. Без перчаток, конечно, такое себе. Ох. Да. Рука отваливается просто. А ни хрена она сейчас не заведется. Нет. Потому что у Катюшки ключ. Катюнь. Сейчас. Подойди, а то тачка не заводится. Я знаю. Я не могу передать. Ищет что-то там. Просто, чтобы в салон ничего не падало. Да, правильно. Забери, забери. Не чувствую. Такая же фигня. Ну все, она уже потихоньку приходит в себя. Рука. Ну такой ты мне аналитичек. Блин, ну я ее не чувствую. Давай под попку. Сейчас тебе еще включу тут подогревы все. Так, я забыл, как здесь лобоуха включается. Вот она. А, вот она, да. Я не помню, как задняя. А, вот задняя. Да, это тоже надо. А это максимально сюда. Слушай, хотя, может быть, все-таки я пойду посмотрю в багажнике. Щетка лежит. У меня уже какая-то лилость. На всякий. По-моему, лежит она в альвешнике. Ох, какой тяжелый. Не, нету. Пока немножко оттаяла рука. Еще почищу. Ох, елки-палки. Как же это жестко. Ох, е-мое. Вот сейчас прям полная жопа. Аж сводит. Господи. Зато почистил. А еще, ребят, мы вам не рассказали то, что буквально завтра у Катюшки будет готов загранпаспорт. Это отличные новости. И послезавтра, скорее всего, мы будем уже покупать авиабилеты. Как и говорил, там 2-3 влога назад предварительно хотим полететь через Китай. Но, опять же, будем смотреть. Потому что 3 недели назад тот билет 80 стоил, а сейчас уже 90. Поэтому, возможно, что-то поменяется. Но я очень рассчитываю, что ты завтра сгоняешь в МВД и заберешь его. Мне самое главное номер на руках, чтобы был. Тогда я смогу их купить. Все, тачка почищена. Единственное, мне вот этот бугорок немножко не нравится. Пойду-ка я его смахну. Давай. Что, тоже рука, да, офигевает? Да вообще. Ничего, сейчас согреется. А ты под попку. Она, кстати, уже нагрелась. У меня нет, у меня холодно. А вот у него уже нагрелась. Почему так? Блин. Машина еще не прогрета, поэтому ничего отсюда не дует. Нет такой липкий, твердый, капец. Да, да, да. Причем из-за того, что он такой твердый, липкий, как сказал Андрей, я не уверена, что он сейчас по пути у нас летит. Как думаешь, у нас сейчас летит по дороге снег? Или он прилип так сильно? Да не, он очень крепкий. Все, началось мое нелюбимое время, когда датчики, залипшие снегом, постоянно пищат и не соответствуют той картине, которая происходит на дороге. Нажимай. Да, добрый день. Будьте добры, Биг Хит, двойной чизбургер. У меня обычный чизбургер. Еще один чизбургер. Обычный. Обычный. Жаным сыром попробуйте, вкуснее будет. Не, не, не надо. И что еще, Катя? Напиток у меня, кофе. Обычный латте. Латте с доп. молоком. И давайте наггетсы с сырным соусом. Проезжайте к первому окошку. Такой себе завтрак, конечно. Я в этом месте уже это не записывала. Мне надоело читать комментарии о том, как мы к виду пытаемся. Это правда. Это правда. Блин, вот. Я сейчас буду оправдываться, ребят. Когда я готовлю дома котлетки, вот суп я готовила сырный недавно, там, не знаю, пирожки какие-нибудь я делала, сырники на завтрак. Он это не записывает. Но как только мы едем в Макдональдс, вот ему надо это показать. Поэтому, честно, мы не всегда тут пытаемся. Периодически заезжаем, но не всегда. Частенько я дома готовлю что-нибудь полезное. А я говорил, если был бы какой-нибудь теремок авто, я бы туда заезжал. Есть борщ. Каждый раз, когда я дома готовлю, записываю, чтобы люди понимали соотношение Макдональдса, вкусная точка, и наших домашних обедов завтра. Хорошо? Хорошо. А то вообще... Как отчет. Как отчет. Отчетный концерт. Правильно. Разве не думают, что только вкусная точка, но ты сам так преподносишь. Поэтому подписчики думают, что мы только здесь и питаемся. А это не так. Все, передаю обратно. И на Кавказе то же самое. Мы куда-то заезжаем, я это не записываю. Идим именно на национальную кухню, ты не показываешь. Заезжаем во вкусную точку. О, ребят, смотрите, мы тут. Да. Уютненько. Да, сегодня прекрасный день. И солнышко, и снежок. Мы на горбушке. Место, ну, рядом мы, естественно, не нашли. Заехали на платную парковку за 300 рублей в час. Катька меня ругает. Давай найдем подешевле за 80 рублей. Так, и он это как-то едет, даже не смотрит. Столько у тебя камер, а все равно один хрен. Сейчас пойдем с тобой искать павильон. Нужен B1 056. А почему он туда идет? Вход там разу? Ну, я думаю, вот вход. Да? Ну да, забрали аккумуляторы. Как и говорил, две штуки. А зарядку взяли от Телесин. На три аккумулятора. Оригинальная. Что-то мне не понравилось, потому что она опять открытая. А мне хотелось бы какой-нибудь чекольчик. За все заплатили 13 480. Я сейчас раскрыла эту неоригинальную зарядку. И она прям, во-первых, воняет Китаем. Ну, пластиком. Ну, ничего страшного. А во-вторых, она хлипенькая. Там вот этот магнитик, ну, не прям бал. Надеюсь, она не будет портить батарейки. В оригинальном вообще его нет. Надеюсь, что он не будет портить батарейки. Это самое главное. Не, он нормальный. Я же сказал, вообще, никаких претензий, вопросов. Так, что будем пользоваться. Пойдем тебя сфоткаю с тачкой, крутой. Ой, сфоткай меня, Катюш. Давай, давай. Сфоткай. Типа твоя, да? Да. Пошли, мне уже стыдно. Я такую не люблю. С геликом хочешь, я тоже сфоткаю. Ой, не вовсе будут. Если честно, у меня нет вот этой темы. Тогда я вижу какую-нибудь, как, Феррари или Ламбо. Мне кажется, это вообще такая стадоба. Мы с тобой фотографировались только возле какой-то ретро-тачки, я помню. Нам она очень понравилась, как она была сделана. Ну, тут про другое все. Ну, да, да. Это, как, знаешь, как в музей сходил и частичку прошлого увидел. Угу. Современные вот эти дорогие классные тачки. Мне прям стрёмно. Что ли дело, вот, пожалуйста, супер автомобиль. Лучшая, да. Лучшая машинка. Мне вот этот кусок покой не дает. Я все время в зеркале видел. Ну, и смотри на крыше сколько у нас тут. Вот он и течет постоянно. Но это, на самом деле, очень хорошо. Потому что мне не приходится тратить... Ой, какой холодный. Не замерзайку. Ну, все, хватит снимать. А у тебя еще кофеечек? Да, он же растыл, наверное. Машина так быстро охлаждается. Да, блин, я на свои влоги забила. Ну, и мне хочется, в общем, хоть на твою камеру поснимать. Хотя бы чуточку. А ты что без фонарика? Что-то я не поняла. А, у меня просто кармашки. А, ты его снялся. Все по было. Решили немножко помыть машинку. Катюнь, ты что делаешь? Прикинь, была бы очередь, и ребята бы на тебя смотрели. Думаю, что она делает, а? Тут тоже все позамерзало. Смотри, Катюнь. Ну, в целом машина грязная, видите, да? Такой слой. Хотим обмыть все это дело, чтобы потом снег прилипал не на грязь, а на чистоту. Ну, видно, надеюсь. Ты сразу рублей 300 заряди, и все. А там же, если я заряжу 300 рублей, и нажму на пену, то все 300 рублей на пену пойдут. Я понял, я думаю, можно выбирать. Не знаю, может быть, Тимур, может быть, мне сейчас засрут, но я... Не, ну, может быть, на разных, по-разному все устроено. В первую очередь мы отдали машину водой. Сейчас мы у Катюни там пену ее сверху. Потом пройдемся щеточкой, и машина будет чистая. Есть сколько грязи, да? Да. Красота, я спросил, у мужчин, у нас все. Только их здесь нет. Ну, то есть, они как бы есть, но надо спрашивать, потому что их воружит. Ну, и давайте я вам покажу нашу сегодняшнюю покупку. Зарядный бокс от компании Телесин. Рассчитан на три аккумулятора Эндура для 13-й Гоупрохи. Мы купили два, поэтому один свободный слот остается. Тут снизу предусмотрены прорезиненные ножки, для того, чтобы на столе все это крепко держалось. Сзади у нас тут разъем Type-C. Видите, во время зарядки он моргает. Тут у нас предусмотрена на передней стороне цветовая индикация. То есть, когда красным подсвечивает, значит, аккумуляторы разряжены. Желтые 50% и зеленые 100%. Катя говорила, что магнитное крепление здесь слабенькое. Подтверждаю. Такое себе. Но с другой стороны, вот смотрите, они не вываливаются. Ну, и самое главное преимущество этого зарядного устройства, то, что входная мощность здесь 5 Вольт, 2,4 Ампера, поэтому полная зарядка трех аккумуляторов займет всего 3 часа. А еще я обратил внимание, что на магнитной крышке в нише здесь предусмотрена вот такая силиконовая вставка и расположено место для двух SD-карточек. У меня, конечно, запасных нет, но приятно, что такая возможность имеется. Вот, в принципе, все и рассказал. Я так себе обзорщик, поэтому, если вам это нужно, покупайте. Кому не нравится, есть оригинальное зарядное устройство. Вы только не подумайте, что мы придурки, но иногда придумываем игры. Катя подошла, видит мои носки, я говорю, давай сейчас футбол сыграем. Хоп! Гол! А ворота это вот проема. 2-1. Есть! 2-2. Опасный момент! Нет, штанга! Штанга! Блин! Хоп! В очко! В очко! Это сразу, это сразу плюс 5. 3-2. 3-3. О! Отбила. Да. А? Есть! 4-3. Да? Нет. Оп! Ой, я отбила, прикинь, сама-то не знаю. Оп! 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 Нет! Нет! Гол! Все, ладно, я пошел мыться. Подожди, они сейчас там за диваном на год и останутся. О, блин, куда я, видишь? Итак, дружочки, пирожочки, вот вам фотоотчет. На ужин у нас будет гречка, там у нас лук, морковочка, немного овощей, одна сосиска, а мне мало одной. Мне тоже мало, у нас было всего 2 сосиски. Ну, ты даешь. Ну и пить будем манго-маракуйя. Все, приятного аппетита. Я там размораживаю эти ножки курицы, но они долго будут размораживаться, поэтому пока что только одна сосиска. Что смотреть будем? Сейчас выберем, не знаю. Все, давай садиться, я очень голодный. О, прикольно, я включил фонарик и видно, как пыль летает. После вкусного ужина мы решили с котенькой посмотреть сериал «Юг». Сейчас у нас будет третья серия, прикольный. Ты бы рекомендовала его? Я бы рекомендовала его, такой семейный сериал для уютного вечерочка. Ну, что с тобой? Нежнятины хочется? Угу. Да? Угу. Все, вырубаю. Правильно. Черт, не черт. Все, вырубаю.